Антонине Васильевне 90-х предложенной помощи отнеслась к благодарности. Школьники с родителями покрасили двери и окна, заказали при помощи членов ТОС новые тюли, шторы. Предстоит навести порядок на лоджии. Здесь работы еще много. Вот это вот покрасить, вот эту стеночку покрасить, вот ту стеночку все покрасить и окно. Ремонт будет сделан и на кухне. Антонина Васильевна показывает в нескольких местах порвался линолеум, а через несколько минут уже в квартире рабочие приступили к замене покрытия. Конечно, в таком возрасте, признается ветеран, не до больших ремонтов. Силы совсем не те, что тогда в 45-м, когда, будучи 16-летней, вместе с другими 20 девушками в составе прачечного комплекса служила в 30-й стрелковой киевско-житомирской краснодоменной дивизии, которая немного не дошла до Праги и война закончилась. Такие металлические были доски, которые мы стирали день. Нам давали на каждый день 50 кольцон, 50 рубашек. Мы должны были постирать 100 штук за день. Это мы стирали. Где рыли такие канавки, ставили ванночки, где можно, где. Ну, в общем, как приходилось, так и стирали. Стирали, потом это белье сушили, варили в котлах, это белье вываривали в котлах, потом это белье сушили, а потом это складывали. Каждый кольцон складывали и рубашечку по 25 штук, по 25 штук и завязывали, завязывали. Потом приезжали из дивизии и все это забирали. О том, как в Сочи проходит акция «Согреем сердца ветеранов», рассказала мэра Сочи Анатолия Пахомова, заместитель главы города Ирина Романец. Задача, которую перед нами вы ставили, это о помощи нашим ветеранам, особенно одиноким, одинокопроживающим, в решении вопроса по ремонту жилых помещений. Да, Анатолий Николаевич, ну вот на сегодняшний день по четырем районам у нас 26 таких заявок уже в работе, вот отрабатываются, уже ремонты идут вовсю и мы хотим… Надо самое главное сделать мониторинг, потому что наши ветераны, участники Великой Часовой войны, очень скромные люди, они сами об этом могут и не говорить, а нам надо пройти, увидеть и наметить меры по оказанию помощи в ремонте. Отремонтировать надо, чтобы они действительно жили в хороших, комфортных условиях, которые сами заслужили. Да, Анатолий Николаевич, ну будем, уже вам будем докладывать и этот список, безусловно, расширится. Кроме ремонтных работ, пообещала Ирина Романец, к 9 мая ветераны Великой Отечественной войны будут обеспечены продуктовыми наборами, а те, кто нуждается в замене бытовой техники, тоже могут рассчитывать на такую помощь. Ну, я желаю удачи в этой работе, потому что она очень важная, важна она нам сегодня и нашему подрастающему поколению, чтобы… И мы должны провести, конечно, эту работу на самом высоком уровне, привлечение практически каждого ребенка. И, естественно, традиционно провести на самом высочайшем уровне мероприятие в сам праздничный день, 9 мая, 8 мая. В этом году в Сучи пройдет много новых мероприятий в День Победы. Это вальс медсестры, молодежный флешмоб, праздник улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны, инсценировка взятия Рейхстага на ступенях Зимнего театра, а также поход в лагерь Холодный, где в годы войны разгорелись ожесточенные бои за перевал Псяшха. Там бойцы 20-й горнострелковой дивизии отстояли подступы к Красной Поляне.